Ну а в том, как это произошло и почему США продолжают потрясать расстрелы полицейских, разбирался Руслан Слепцов. Проливной дождь. Трасса блокирована полицией. По обочинам бродят спецназовцы с автоматами. В небе кружат вертолеты. Спецоперация продолжается. Ищут двух беглецов, которые расстреляли офицеров полиции. Третьего их сообщника ликвидировали на месте. Мы подтверждаем, один преступник уничтожен. Предполагаем, что у него было два сообщника. Они скрылись. Мы обращаемся к населению за помощью. Если увидите что-то подозрительное, людей, автомобили, не приближайтесь к ним. Обратитесь в полицию. Все трое шли открыто, со штурмовыми винтовками наперевес. Около полицейского участка стали стрелять. В итоге трое офицеров были убиты. Еще несколько человек ранены. Баттон Руш уже вторую неделю одна из самых горячих точек США. Именно там полицейские во время задержания убили чернокожего мужчину Элтона Стерлинга, отца пятерых детей. Это было именно убийство. И оно попало на камеры мобильных телефонов случайных очевидцев. Потом была еще смерть Филанда Кастила в Миннесоте. Его расстреляли прямо в машине на глазах у его девушки. Последствия захлестнули всю страну. Демонстрации против полицейского произвола собирали тысячи людей. На одной из них в Далласе все закончилось трагедией. Пять стражей порядка погибли. А мотивом убийцы чернокожего 25-летнего парня, как выяснилось позже, была именно ненависть к белым полицейским. Если афроамериканское общество не увидит справедливое разрешение этих эпизодов в судебной системе, то тогда существует реальная угроза того, что на это поле битвы вступят радикальные организации, такие как новая партия черных пантер. И такие организации будут влиять на людей, в том числе на стрелка в Далласе, что просто нас уже выведет на замкнутый круг насилия. И как подтверждение всеобщей атмосферы страха новость из Кливленда. Там в понедельник начнется конвенция республиканцев, на которой окончательно выдвинут кандидата в президенты от партии. В преддверии шеф местной полиции призвал губернатора штата ввести режим чрезвычайного положения и временно приостановить законы о ношении огнестрельного оружия. Руслан Слепцов, Вести.